Открытый диалог с Александром Непомнящим Добрый день, здравствуйте! Давайте начнем с иранской стратегии Нетаньяху. Насколько это важно и в чем, собственно, суть этой стратегии? Да, я думаю, что важный вопрос, чтобы у наших директора есть понимание того, что, в общем-то, сегодня происходит в Израиле и за что, из-за чего спорят и дискутируют наши политики. Но начнем немного издалека, тем более, что буквально вчера в Израиле мы отметили День Независимости, то есть наш день рождения, день рождения нашей страны, 73-й по счету. Мы довольно молодая страна по сравнению, допустим, даже с Соединёнными Штатами Америки, но уже 73-й год мы разные. Так вот, сразу после обретения независимости Израиль, в общем, был как бы яркой искоркой, крошечной искоркой еврейского мира. Потому что из 11,5 миллионов евреев, живших тогда на планете, к маю 1948 года, в Израиле находилось всего 650 тысяч, то есть 6% всех евреев. А в США, например, в тот момент проживало около 5 миллионов евреев, то есть 43% населения всего как бы еврейского народа. Но теперь, 73 года спустя, эта крошечная искорка разгорелась до яркой звезды и, по сути дела, центра вселенной еврейского мира. 7 миллионов евреев из 15 примерно проживающих на Земле, то есть 47% всех евреев мира, живут сегодня в Израиле. И таким образом Израиль стал не только крупнейшей еврейской общиной в мире, но уже через 9 лет, к 2030 году, большая часть мирового еврейства будет уже сосредоточена в еврейском государстве, то есть больше 50%. Что же касается Америки, то хотя с момента основания Израиля в США эмигрировало около полумиллиона евреев, общее число евреев в Америке сегодня составляет лишь 5,7 миллиона. Американское еврейство сократилось до 38% еврейского населения мира. И последствия этого драматического изменения в демографии еврейского народа, рассеянного на планете, они очень очевидны. По сути дела, с 1948 года практически весь рост еврейского населения происходит исключительно за счёт Израиля и в Израиле. Но превращение Израиля в центр еврейского мира — это уже не столько вопрос демографии, ведь это гораздо больше, чем просто расположение, распределение общин по миру. Например, изучение еврейской традиции, изучение Торы в мире сегодня сосредоточено в Израиле естественным образом. Точно так же и большая часть еврейской литературы тоже уже пишется в Израиле. И более того, достижения еврейского народа во всём, от медицины до экономики, от бизнеса до науки, техники, кулинарии, изобразительного искусства, множества ещё других сфер, они происходят теперь практически исключительно в Израиле. И, наконец, может быть, это самое главное, здесь в Израиле происходит еврейская история. Иными словами, Израиль — это и есть настоящий еврейского народа и его будущее. И, помимо всего прочего, о чём мы сейчас будем ещё говорить, вот это положение дел, что именно Израиль стал центром еврейского мира, еврейского народа на Земле, это положение дел обнажает весь абсурд утверждений, будто бы антисионизм, то есть борьба против того, что евреи имеют право на своё собственное независимое государство в стране Израиля, будто бы сионизм не является антисемитизмом. То есть сегодня мы очень часто встречаем, мы об этом говорили в наших передачах не раз, огромное количество левых, в том числе левых евреев, которые говорят, мы можем быть антисионистами, но при этом не называйте нас антисемитами. Нет, мы вовсе не антисемиты. Это неправда, это абсурд. Если ты антисионист, если ты выступаешь против права евреев на собственное государство, это и есть самый, что не даёт антисемитизм. Ну и, к слову, это как раз включено в международное определение антисемитизма, которое принял в Америке как законодательный параграф Трамп и которое сейчас стремятся отменить в администрации Барии. Но при этом, хотя превращение Израиля в центр еврейского мира уже неоспоримо, многие израильтяне, сами израильтяне, до сих пор не осознали этого драматического превращения, которое произошло на наших глазах последние десятилетия. Большинство израильтян, связанных с еврейской диаспорой, продолжают вести себя так, как будто бы Израиль с его ВВП на душу населения едва ли не более высоким, чем Япония, продолжают оставаться малонаселённой, бедной, захолустной страной, не способной выжить без поддержки богатых и более обеспеченных братьев в Америке, Австралии и Франции. Но это уже далеко не так, совсем не так. И большинство израильтян точно так же по-прежнему не осознают и ту революцию, которую возникновение еврейской страны принесло в иудаизм. В течение трёх поколений израильтяне, которые смешали практики своих дедушек и бабушек из гетто Европы с одной страны и из Малахов в Северной Африке или Аравии с другой, превратили всё это в динамичную, критичную, живую основу совершенно нового креда. Иудаизм стал ритмом израильской жизни. В каждом уголке страны именно израильский иудаизм пронизал каждую сферу жизни, подобные электросети, питающие современный город. Понимаете, израильская музыка, мода, обычаи, молитвы, поселения в Иуде и Самарии, изучение традиций, сельское хозяйство, кулинария — всё это вместе и по отдельности стало выражением духовного обновления, подобного которому никогда никто даже не предполагал, не то что планировал. Всё это стало естественным результатом воссоединения народа Израиля, его традиций и его страны. Но удивительно, как мало людей осознали это колоссальное изменение в жизни еврейского народа, а также его духовное и культурное значение, не говоря уже о признании заложенного в нём потенциала. И драматическая реформация еврейской жизни стала от них не единственным выдающимся достижением Израиля, в значительной степени проигнорированным, что ли, недооценённым еврейским народом. В той же мере, многие упустили и продолжают упускать из вида и ту фантастическую трансформацию глобального положения еврейского государства. Так, например, продолжающиеся внутргосударственные у нас в Израиле дебаты относительно целей политики в Израиле в отношении ядерной программы Ирана. Вот то, о чём вы спросили, Сергей, сейчас мы как раз об этом и поговорим. Вот эти вот продолжающиеся дебаты внутри страны, дискуссия относительно того, как нам вести себя по отношению к ядерной программе Ирана, они стали печальным свидетельством как бы отсутствия или недопонимания национального самосознания у израильтян. С тех пор, как в конце 2002 года, я напомню, иранская оппозиция раскрыла миру военную ядерную программу Ирана, в Израиле разгорелись и продолжаются до сих пор дебаты о том, как и кто несёт ответственность за предотвращение получения Ирана бомбы. В 2002 году незамедлительный ответ тогдашнего премьер-министра Израиля Алиэля Шарона и тогдашнего его заместителя Худа Ольмерта заключался в том, что ответственность за решение ядерной программы Ирана лежит на Америке. Мы маленькие, мы слабые, Америка большая и сильная, вот что она Ираном и его ядерной программой и занимается. Правда, и Шарон, и Ольмерт признавались, что Израиль стоит первым в списке целей Ирана, объявленных целей, то есть ликвидация Израиля это объявленная, заявленная и повторяемая постоянно цель лидеров Ирана. И все лидеры Ирана брали на себя обязательство уничтожить Израиль. Но поскольку ядерная программа Ирана угрожает региону да и всему миру в целом на самом деле, ответственность за устранение этой экзистенциальной угрозы полностью возлагается на сверхдержаву США, а не на крошечный Израиль. Так говорили Шарон и Ольмерт. Эта точка зрения оставалась практически единодушной на протяжении многих лет внутри генерального штаба армии обороны Израиля. Коллеги израильских генералов в Пентагоне обещали израильским генералам, что Израиль, мол, может полностью рассчитывать на США. И сегодня вот эту точку зрения, что, мол, Израиль вообще не должен думать про иранскую проблему, этим всем американцы занимаются, американские военные, они всё сделают. Не надо беспокоиться. Сегодня эту точку зрения наиболее активно продвигает бывший начальник генерального штаба армии обороны Израиля и нынешний министр обороны Бенни Ганс, которого Натаньяо взял в правительстве к себе и который сейчас таксо старается делать всё, чтобы напакостить Натаньяо, навредить Натаньяо. Ганс кратко резюмировал эту свою позицию о том, что, мол, не надо думать Израилю об Иране, это американская проблема. В недавнем комментарии, сделанном на совместном выступлении для прессы с министром обороны США Ллойда Мостина, который побывал буквально несколько дней назад в Израиле с официальным визитом. И вот как сказал Ганс, «Сегеран сегодня представляет собой стратегическую угрозу международной безопасности, я цитирую, всему Ближнему Востоку и государству Израиля, и мы будем тесно сотрудничать с нашими американскими союзниками, чтобы гарантировать, что любое новое соглашение с Ираном обеспечит жизненно важные интересы мира и США, а также предоцветит опасную гонку вооружений в нашем регионе и защитит государство Израиля». Примечательно, что Ганс, точно так же, как Ольгард Шароном до него, ставит Израиль на самое последнее место в списке перечисленных проблем. Несмотря на то, что иранские айитологы снова и снова совершенно ясно идут понять, что именно Израиль является их основной целью. Более того, заявление Ганса чётко показывает, что он полностью исключает возможность независимых действий Израиля в качестве региональной державы для обеспечения своих сущностных экзонцитальных интересов, самого своего существования. Так вот, как с философской, так и с практической точки зрения подход Ганса отрицает стратегическую независимость Израиля. А через это фактически и независимость Израиля как таковую. Другими словами, его подход — чистая критесенция классического антисионизма. То есть, вот такого голубного подхода. «Мы евреи, мы маленькие, мы слабые, вот пусть Америка решает у нас все проблемы, мы их попросим доброго царя, и он за нас заступится». Но с 2000 второго года самым видным и влиятельным противником такого подхода и сторонником совершенно иной модели ядерной программы Ирана стал премьер-министр Натаниэл. С его точки зрения, именно Израиль несет полную ответственность за свою безопасность. То есть, только мы себя, как бы, мы можем полагаться только на самих себя. И свою безопасность мы должны защищать сами. Не полагаясь, конечно, у нас есть друзья, у нас есть союзники, у нас есть товарищи какие-нибудь, но полагаться мы можем только на самих себя. И следовательно, именно Израиль несет ответственность за то, чтобы иранский режим, который открыто проповедует геноциды, антисемитизм, никогда бы не обрел военный ядерный потенциал. Понимаете? Только мы можем отвечать за нашу безопасность и только мы должны думать о том, как сделать так, чтобы Иран свой ядерный потенциал не осуществил. Эта точка зрения раз за разом подвергается жестким нападкам с другой стороны, со стороны тех, которые считают, что Израиль не должен вмешиваться, что все это нужно поручить добрым царям, великим и сильным и могучим, например, американскому правительству, которые называют подходом к Датаниелу подстрекательством и провокацией. И вот эта дискуссия, которая происходит в Израиле сейчас, Натаниелу с одной стороны говорит, мы можем полагаться на самих себя, конечно, у нас есть друзья и союзники, но полагаться мы должны на самих себя. И другой подход, который говорит, не надо забивать себе голову, добрый Байден все разрубил. И Натаниелу вновь озвучил, конечно же, свою позицию в ходе выступления для прессы с Остином, когда Остин был в Израиле. «Моя политика», сказал Натаниелу, как премьер-министра Израиля, ясно, я никогда не позволю Ирану заполучить ядерный потенциал для выполнения своей заявленной цели уничтожить Израиль. Те, кто стремятся переложить ответственность за Иран на Америку, часто заявляют, что у Израиля, мол, нет никакой стратегии в отношении с Ираном. Но недавняя операция на ядерной установке в Натанзе, я напомню, буквально несколько дней назад иранцы заявили, что они возобновляют обогащение урана, и в первую очередь речь идёт о заводе, подземном заводе в Натанзе, и они его включили, и тут что-то такое странное произошло, сначала они сказали, ой, ну это какая-то чепуха, какое-то замыкание электрическое, просто какая-то пробка перегорела, но потом стало ясно, что не пробка перегорела, что там очень серьёзная поломка, поломка, которая затормозит работу этого предприятия по меньшей мере на 9 месяцев. И по тем сведениям, которые просачиваются в прессу, речь идёт о том, что там фактически уничтожена электрическая, как бы независимая электрическая система питания как бы всего этого предприятия, и как можно было её уничтожить, ведь это всё под землёй находится, взорвалась какая-то, так сказать, деталь, часть, какой-то столб или какой-то, в общем, какой-то объект внутри, этого завода, то есть получается, что он изначально туда был внестён иранцами, он уже был как бы начинён бомбой, эта бомба лежала и ждала своего часа, и когда иранцы сказали, что мы его включаем и начинаем обогащать Иран, она взорвалась. Ну и, конечно же, Байден уже сказал, что это не мы, испуганно, потому что он ужасно боится, что это всё может испортить ему переговоры, в Вене, но, на самом деле, не переговоры, а уступки американские, попытки уговорить иранцев согласиться на подписание этой писульки, возобновление переговоров и, так сказать, принять дары от американской администрации. Так вот, Байден испуганно сказал, что не мы, и тут же его дежурная, как бы, окружающая его пресса, обслуживающая, слила, что это мог, конечно, Израиль, Массадзе, так или иначе, вот эта операция и схожие с ней другие операции, случившиеся в последние несколько лет, и которые тоже приписывают иностранными источниками Массада, но в Израиле никак не объявляется. Более того, израильские журналисты, которые, возможно, частично, по крайней мере, знают, откуда всё это происходит, есть у них запрет, они не имеют права говорить, что у нас есть источники, которые сообщили нам, что это действительно израильский Массадзе и не встают. Поэтому в Израиле, когда сообщают о том, что возможные операции были проведены Массадзем, обычно ссылаются на иностранные источники. Но всё это ясно так или иначе даёт понять, что у Израиля как раз есть и очень чёткая стратегия предотвращения и превращения Ирана в ядерную державу. То есть те, кто обвиняет Натаньяу в том, что у него нет, мол, никакой стратегии, что он просто использует это для своих каких-то политических целей, не знает для чего, это грубая ложь, потому что как раз у Натаньяу есть очень чёткая стратегия, начиная с 2002 года, от которой он не отклоняется ни на шаг. И эта стратегия говорит о том, что мы должны предотвратить, затормозить превращение Ирана в ядерную державу. В противостоянии Ирану Израиль реализует стратегию подрыва иранского ядерного прогресса. В целях успешного выполнения доплана Израиль создал фактически впечатляющий полностью независимый стратегический потенциал, потому что мы помним ещё в годы Обамы, Обама всячески мешал этому, сливал информацию, как бы сдавал израильские позиции. Поэтому Израиль создал как бы свою собственную стратегическую возможность, независимую ни от Америки, ни от европейцев, ни от кого. Именно этот потенциал позволил Израилю осуществлять дерзкие и неожиданные атаки на тщательно подобранные цели, так что в совокупности эффективно блокировать ядерные достижения Ирана. Вот то, что произошло сейчас на Танзе, когда объект, внесённый туда при строительстве, взорвался. То есть теперь иранцы ломают голову, что ещё у них там заминировано изначально, ещё тогда, когда они всё это создавали. И может тогда добрые израильтяне каким-то образом, естественно, через целые цепочки подставных фирм подсунули детали, которые теперь превращаются в бомбы, когда приходит время. Так вот, стратегия Израиля по сдерживанию и подрыву ядерного прогресса Ирана направлена на достижение тех самых целей, которые, в общем-то, были озвучены изначально администрацией Обамы, а потом и администрацией Байдена. Ведь ядерная дипломатия обоих этих лидеров также была представлена как следство затормозить ядерный прогресс Ирана. В чём же дело? Почему Байден так недоволен действиями Израиля? Разница состоит в том, что подход Обамы и Байдена к Ирану основан на умиротворении и доверии к режиму ИТО. Команда Обамы и Байдена готова поверить фундаменталистам на слово. И когда тебе обещают сократить свою ядерную деятельность, они говорят, да, хорошо, вот, пожалуйста, обещайте нам. Тебя говорят, «Честное пионерское». В обмен на это «Честное слово», «Честное пионерское» и Байден и Обама с воодушевлением готовы обеспечить легитимацию иранской ядерной программе и региональной агрессии этого режима, и программе баллистических ракет, и даже поддержке террора во всём мире. Более того, они готовы заплатить Ирану миллиарды. Мы знаем, что Обама передавал эти деньги, а Байден сейчас снова готов передать новые миллиарды долларов в виде снятия санкций и разрешение Ирану вернуться в мировую экономику в обмен на одно только честное слово, вот эту писульку, которую они сейчас пытаются в Вене из иранцев вытащить. А иранцы, как опытные торговцы восточные, они торгуются, они свою писульку, которая для них вообще ничего не значит, честное пионерское, да, аятон, они за него ещё хотят что-то получить. Напротив, стратегия Израиля полностью отрицает легитимность ядерной программы Ирана как таковой и отрицает его региональное агрессии, спонсорство террора русских ракет и фактически блокирует путь Ирана к успешному ядерному финишу. К слову сказать, Израиль как раз таки да, доверяет иранскому честному слову, потому что считает, что такие люди, как Калитала Али Хаменаи, его подчинённые, абсолютно серьёзно относятся к обещаниям уничтожить еврейское государство, да, нам часто наши левые говорят, да что вы слушаете Хаменаи и всех всю эту команду, они же просто говорят, просто говорят. Но не так, мы помним, что и Гитлер там же просто говорил, он просто говорил, а потом это просто говорение обратилось в 6 миллионов уничтоженных еврей, только еврей, а ещё сколько других людей было уничтожено. Гитлер просто говорил, и поэтому в Израиле очень серьёзно относятся к тому, что лидеры Ирана снова и снова обещают уничтожить сионистский объект, сионистское образование, как они его называют, и даже не говорят государство Израиля. Конечно, возможно, существует более эффективный стратегический подход к ядерной программе Ирана, чем тот, который сейчас принят Израилю, то есть тормозить и блокировать. Наверное, можно было бы действительно сделать более жёсткие шаги, более жёсткие меры и разве навсегда с этим покончить. Но надо понимать, что до тех пор, пока влиятельная клика представителей служб безопасности и левых политиков в Израиле продолжает отвергать сионистский подход к развитию стратегической независимости, который отстаивает Натаньяо, что только мы должны сами о себе заботиться стратегической независимости против желания переложить всё на плечи, например, американцев. Вот это та стратегия, которая продвигает сейчас Натаньяо затормозить и заблокировать, остаётся лучшим из вариантов, на которые способен Израиль, потому что Натаньяо, как и во очень многих вещах, он всё прекрасно понимает, но он один, он не может противостоять всей элите. Вся военная элита говорит, зачем нам туда? Они не хотят, они не хотят выполнять его приказы, они не хотят быть готовыми нанести, например, жёсткий военный удар. Более того, мы знаем, что при Обаме такое было, Израиль готовил такой удар, и эти генералы слили Обаме, а Обама уже слил всему миру, и это всё затормозилось, потому что они просто саботировали приказы правительства. В такой ситуации всё, что остаётся Натаньяоу, это продолжать хотя бы тормозить и блокировать. Другого он просто не может, потому что у него нет для этого людей, на которых он может опереться достаточное количество людей. Но удивительно то, что даже вот такая скромная, как бы половинчатая стратегия, она принесла Израилю колоссальные плоды, которые в свою очередь повысили стратегическую независимость Израиля. То есть даже так Израиль обрёл и повысил свою репутацию стратегическую независимость свою обрёл. Не случайно одного только желания Израиля действовать независимо от Америки. Даже в этой крайне ограниченной степени свободы оказалось достаточно, чтобы убедить его соседей, включая Саудовскую Аравию, что в защите региона от экспансии стремящегося к ядерному оружию Ирана можно доверять Израилю больше, чем США. Да, это то, что произошло при Обаме. Арабские страны, Саудовская Аравия, Эмираты, их сателлиты, как бы весь этот лагерь, они вдруг начали тянуться к Израилю, потому что они поняли, что у них с Израилем есть общий интерес, общий враг Ирана и полагаться лучше на Израиль, чем на США, которые всегда считались главным союзником, ведь арабские страны тоже говорили, нам об этом думать не надо, у нас есть большой и сильный друг Америки, она всё разберётся, мы ей даём нефть и газ, а она нас защищает и она нас покрывает. И вот при Обаме оказалось, что всё не так. Обама бросил тогда под автобус и Израиль, и Саудовскую Аравию вместе с Эмиратами. И тогда они поняли, что готовность Натаньял идти против Обамы, это их шанс. И вот подписанные в прошлом году соглашения Авраама, они стали ясным выражением этой веры, которую соседи Израиля испытывают сегодня к еврейскому государству, понимаете, это невероятно на самом деле. Это вот то чудо, которое произошло на наших глазах благодаря Трампу и благодаря Натаньялу во многом было определено тем, что арабы увидели, что Израиль готов биться с общим врагом. И они сказали «отлично», тогда действительно стоит с ним дружить. Другими словами, операции, приписываемых Израилю в Иране, вроде взрыва последнего на заводе Натанзе, оказалось достаточно, чтобы превратить Израиль в региональную державу и обеспечить мир между Израилем и его арабскими соседями. Понимаете, это очень важно. И тем не менее, отвергая важность этого грандиозного достижения, и Ганс, и все его коллеги, отставные генералы и левые политики, сторонники того, что кто-то за Израиль будет решать его проблемы безопасности, они продолжают твердить, будто бы то, что уже произошло на наших глазах, никогда не могло случиться. Но теперь, когда Израилю исполняется 73 года, пришло время и народу Израиля осознать то, о чём говорит Натаньял, то, что Тодор Герцог был прав, мы захотели и наша свобода и независимость на возрождённой Родине перестали быть только мечтой. Так говорил Герцог, он говорил, если вы захотите, это не будет сказкой, не будет мечтой. И вот мы захотели, и наша свобода и независимость на возрождённой Родине действительно перестали быть только мечтой. И сегодня перед Израилем стоит важнейшая задача осознать свои достижения перед Израилем как обществом еврейским, осознать свои достижения, осмелиться занять своё место в центре еврейского мира с одной стороны в качестве независимого суверенного государства и, с другой стороны, в качестве центра еврейского мира. И чем скорее это произойдёт, тем быстрее и эффективно мы, евреи, евреи, живущие в Израиле, евреи, живущие за пределами Израиля, обеспечим наше будущее на своей земле для всех будущих поколений. Я так думаю. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернёмся и продолжим. Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Ну и, как всегда, в начале второго сегмента мы готовы принимать ваши звонки, отвечать на ваши вопросы. Телефон в студии 847-400-5200. Ну, и если вот во время объявления вот этого звонков не последует, то мы, скорее всего, перейдём к следующей теме. 847-400-5200. Что принципиально новое случилось на встрече министров иностранных дел, состоявшейся сегодня в Павосе на Кипре? Александр, прежде чем мы поговорим об этом, давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Рад вас слышать. Вы знаете, я прослушал ваше сегодня выступление, и меня очень, так сказать, что-то тронуло, действительно, я, наверное, не знал достаточно. Я считаю, что в тот момент, когда Израиль заявит, что они зависят или ждут помощи, будь то Америка, будь то Россия или любая другая страна, я думаю, что это конец Израиля, потому что, вы прекрасно знаете, с 1948 года, да, они получали помощь, приезжали добровольцы, получали оружие из Чехословакии, получали трофейное немецкое оружие из Советского Союза, потом была Франция, потом Америка, но вы понимаете, что 20 лет тому назад Нитан Яков выступал у нас в Конгрессе, и он сказал, что он в течение 10 лет отказывался от помощи американской. И по мне, как я понимаю, это было бы замечательно, но Америка этого не хочет. Причем, когда они захотели этим заниматься, вы помните, что было самолетом Лави, когда Израиль создал один из лучших самолетов истребителей в мире, они все сделали, чтобы Израиль не делал этот самолет, и так далее, и так далее. То есть, неважно, кто стоит в Белом доме, они не хотят, чтобы Израиль был независимым, потому что его нельзя контролировать. Как вы считаете, Александр, это было бы хорошо для Израиля, если бы Израиль очень тактично, очень красиво просто отказался от этой помощи? Потому что эта помощь, в принципе, с годами потеряла то значение, что она имела 30 лет и так далее. Это первое, это то, что я хотел прокомментировать. А второе, то, что вы сказали насчет арабских стран, которые отвернулись от Америки. Ну, конечно, при Обаме, как они продали и предали Бараку Барака, так что они поняли, что там неважно, кто там, кто стоит у власти. Продадут, придадут, как не знаю что. И нужно рассчитывать только на себя. А теперь второе. Я вам как-то задал вопрос года полтора тому назад насчет израильского фильма, который шел на Фауда. Я помню, вы мне ответили, но я не буду. Сейчас, но сейчас я уже вышел Штицел, и это очень интересный фильм про Хэри Дим, ваших, это израильский фильм. И он шумит по всему миру. Я смотрю в Бразилии, в Мексике, в Германии, в Бабе Зево смотрят. Что вы можете сказать про этот фильм? Потому что он меня очень захватил, потому что смотреть на жизнь этих людей, которых мы практически, мы, евреи, практически ничего не знаем. Большое вам спасибо и поздравляю вас с праздником независимости Израиля. 73 года. Огромный, самые лучшие пожелания. Спасибо большое за поздравления. Вас тоже и всех наших слушателей с праздником с Днём Независимости Израиля, с нашим Днём Рождения. Поздравляю. Что касается ваших вопросов по поводу фильма. Фильм Штицель, это, собственно, не фильм, а целый сериал, сериал Штицель с несколькими сезонами, так же, как сериал Фауда с несколькими сезонами. С одной стороны, это действительно интересные фильмы, рассказывающие во всём мире, да и самим израильтянам о двух областях, двух сферах, в которых даже израильтяне не очень хорошо многие разбираются. Штицель действительно это как бы сага о ультрактодоксальной семье. Фауда — это история о людях, но на фоне тех операций, которые ведёт служба общей безопасности Шабак в Иудее Самарии против арабских террористов. И в том и другом случае далеко даже не все израильтяне знают о том, как всё это выглядит. Действительно, это всё показано как бы с разных точек зрения, с разных сторон, с разными нарративами. И многие действительно хвалят этот фильм. Всё-таки мне кажется, что... То есть, мне не достаёт в этих фильмах скажем так, сионистского настроя. Эти фильмы и тот, и другой во многом как бы они продвигают идею морального релятивизма. Понимаете? Мол, типа, есть одна правда и есть другая. Но когда у тебя идёт война за выживание, то это неправильно говорить о том, что вот есть наша правда советских людей, а есть правда нацистов. У нацистов есть своя правда, их можно понять. Нет, во время войны так не делают. Более того, ты побеждаешь в этой войне, ты их судишь в Нюрнберге, а потом уже историки начинают разбираться и разбирать какие-то причины, почему немцы вели себя так, почему европейские народы так радостно принимали Гитлера и так далее. Мы всё это потом простим, не простим, мы примем это, мы поймём, разберёмся. Но сейчас, во время войны, это неправильный подход. И вот это, может быть, я немножко, может быть, утрирую, но мне действительно мешает и в фильме Штисель, и в фильме Фауда вот эта попытка как бы показать вроде как всю сложность ситуации, но на самом деле попытаться сказать, нет, это не чёрное, это такое стероватое. Эти люди, террористы, они сложные люди, у них есть свои проблемы, своя правда. И мир Халидим тоже показать как бы с точки зрения совсем Халидима, как бы как его видят светские с таким некоторым что ли отстранением. Поэтому я бы сказал так, смотря эти фильмы, нужно понимать контекст израильского культуры кино, где заправляют люди левых и крайне левых взглядов. И хотя фильм Фауда и фильм Штителя не в полной мере отражают именно вот этот левый подход, тем не менее я его чувствую там достаточно сильно, и я с некоторой осторожностью отношусь к этим фильмам, к этим сериалам, и не готов вот так сразу хвалить и говорить смотрите обязательно. Да, смотрите, это интересно, это познавательно, но помните, что люди, которые его сделали, хотели продавить определенную адженду, определенную повестку дня, определенный нарратив. Нарратив о том, что нет сионизм, нет правды одной. Есть разные правды, есть правда евреев, которые пришли и воссоздают свое государство, а есть правда у людей, у террористов, которые хотят это государство уничтожить, потому что оно им не нравится. Спасибо, Александр. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, я, конечно, уже говорила как-то об этом, но я хочу все-таки еще раз попросить вас. Если, не дай бог, вам придется идти еще на очередные выборы, пожалуйста, не забывайте вот это русскоязычное население, которое голосует за Рибермана. Объясните им, они получают информацию только от него, вот русскоязычные из Ликуда особенно. объясните им, что если не будет Натаньяху, то не будет вообще страны. Не будет, даже мы подумываем иногда сейчас, что может быть придется бежать в Израиль от этого коммунизма. А если не будет Израиля, куда же тогда, как бы, и нам бежать некуда. А им вообще негде будет жить. Понимаете, это люди просто не понимают, они борются... Я отвечу на него и постараюсь, если у меня будет время, ответить еще на второй вопрос, который был задан мне до этого. Что касается Либермана, скажу вам так, вы помните басню Крылова, когда свинья говорит, лишь были в желуде, ведь я от них жирею, что мне до дуба? Я буду рыть корни дуба и подрывать его, потому что мне главное желуде. Логика очень многих сторонников Либермана русской точно такая же. Мы за Либермана и в общем нам плевать и глубоко плевать, что будет с Израилем, если даже он его обрушит, они просто об этом не способны думать, как вот та свинья с желудями и дубом. Но я вам скажу интересный момент. Огромное количество русскоязычных израильтян оставило Либерман. И его успех, например, на последних выборах был обеспечен за счет того, что он пообещал поменять, отменить или бороться за отмену закона о национальном характере государства Израиля. Я повторю снова. Либерман, который еще недавно объявлял себя великим правым и сионистам, он обещал бороться за отмену национального характера, закона о национальном характере и получил поддержку среди тех, той части друзов, то есть арабоязычного населения страны, друзов, шиитов израильских, которые хотят отменить этот закон, которым не нравится, что Израиль еврейское государство. И вот в этих русских деревнях Либерман получил большую поддержку, сравнимую с тем, что он получил в хостелях, в домах престарелых, там, где живут его избиратели, которые действительно смотрят только его каналы, читают только его газеты и слушают только его радио. Поэтому работа идет, и большинство трезвомыслящих людей дистанцировались сегодня от Либермана, даже среди левых он уже вызывает некоторое такое, он как вот сейчас принято говорить, токсичный, от него слишком уж много яда идет, особенно после того, как он сказал, что хорошо бы всех харидим, всех ультракодоксов на тележку и в яму, с четкой совершенно аллюзией на Бабе Яре, на все такое. От него стараются держаться подальше, но вот он обрел себе новых союзников в арабских деревьях. И я хотел буквально два слова сказать о том, хорошо ли для Израиля оставить поддержку, поддержку, американскую военную поддержку. Я считаю, что, конечно, хорошо. И действительно, вы абсолютно правы были, когда сказали, что 30 лет назад это была совершенно другая ситуация. Израиль сегодня это сильное государство с экспортом углеводородов, с экспортом ХАЙТЕК, государство, которое обладает достаточными запасами финансов, средств, связей и возможностей, чтобы обеспечивать свои военные программы без помощи Америки. Конечно же, эта помощь сегодня играет в большей мере такой поводок, который удерживает Израиль в рамках, например, когда мы изобретаем что-то военное, изобретаем с участием денег американских. Американцы там говорят, нет-нет-нет, вы не продавайте, кому похотите. Мы будем решать, кому продавать, кому вы будете продавать, а кому нет. И Израиль сегодня как бы на самом деле ограничен в своих возможностях, получая вот такие деньги. Поэтому я безусловно считаю, что нужно стараться уйти от этой помощи. Это будет хорошо и для Америки, потому что американские налогоплательщики не обязаны кормить Израиль. Израиль встал на ноги, он крепко стоит. Мы можем быть друзьями без того, чтобы американские налогоплательщики платили Израилю за его безопасность. Мы сможем сами оплатить свою безопасность, и лучше дружить домами, чем мы будем зависимы от американского правительства. Еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот эта ситуация, когда первые выборы, вторые, третьи, четвертые, вполне возможны, и так далее, это вообще-то нонсенс. И как бы в стране, где живут евреи, у которых вроде бы есть мозги, и все прочее, как-то надо все-таки решать эту систему, переделывать эту систему, реформировать для того, чтобы не было такого, ни в одном государстве нет такого ситуации, чтобы перевыбирали вот столько раз, четвертые перевыборы. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Ну, я думаю, что идет настоящая война, и в этой войне ставки очень высоки. По сути дела, есть властные как бы олигархические круги, гипстейт, как мы его называем, которые ни за что не хотят уступать власть демократически избираемым людям. Сегодня во главе вот этих демократически избираемых людей стоит Натаниял. Натаниял является избранником общества. Олигархические круги не хотят отдавать ему власть, поэтому они создают ситуацию, при которой даже когда он выигрывает, они как бы вытаскивают какой-нибудь элемент, все разваливается, и народ снова идет на выборы. Знаете, как ситуация такая, мы вас не можем победить, потому что за ставленников олигархов народ не хочет голосовать. Так мы будем брать вас из моря. Вот в Америке, например, Байден подкрутили там какие-то машинки, да, что-то сделали, и Трамп проиграл. Байден пришел в власть, и замечательно. Если бы Трамп выиграл, они бы тоже пытались бы снова и снова поставить ситуацию таким образом, чтобы не было решений. Но у вас другая немного система. В Израиле своя система, она отличается от американской. И я не думаю, что применение, например, американской политической системы на израильские реалии было бы подходящее. Другое дело, что действительно общество израильское должно перестать верить разным марионеткам и угунам, типа Либермана или Сара, которые каждый раз выскакивают, как чертики из табакерок, объявляют, мы очень сильно правы, и мы просто ненавидим Натаньялу. А по сути дела это новые ставленники вот этих олигархических углов, которые пытаются переманить еще несколько голосов из правого лагеря, чтобы не дать Натаньялу собрать коалицию. Натаньял — гениальный политик. Я очень надеюсь, что ему что-то удастся. Но если не удастся, то, в общем, вина целиком и полностью лежит действительно на обществе, которое наступает на грабли снова и снова, и не готово четко и ясно сказать, мы больше не ведемся, не покупаемся на очередных Либерманов или Сара, которые, по сути дела, являются марионетками тех, кто пытается уничтожить демократию в Израиле. Сергей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас, например, в Нью-Йорке есть несколько русскоговорящих радиостанций и одно телевидение, Аркти, которое местное. И вот эти СМИ, они полностью, на мой взгляд, контролируются спецназом идеологического корпуса Кремля, потому что и даже ведущие на этих радио и телевидении, они полностью стоят на стороне демократов, Путина и так далее и тому подобное. И против Трампа вступают, против республиканцев и в том числе и Израиля. А это уже открыто, они даже не скрывают свою ненависть к Израилю. Скажите, пожалуйста, вот как у вас влияние Кремля действует на избирателей и как на избирателей лично товарища Либерман? Спасибо. Окей. Смотрите, на мой взгляд, прямого, непосредственного влияния Кремля, непосредственное влияние Кремля в Израиле осуществляется через многочисленных троллей. То есть, если вы зайдете в социальные сети, везде и всюду вы встретите толпы клонов, которые будут гнуть вот такую вот линию как бы антиизраильскую, антисионистскую, антипрививочную. И все это, у всех этих клонов будет очень четко прощупываться как бы общая линия, задаваемая из Кремля, как вы говорите. Но в Израиле есть свой смотрящий как бы от Кремля, на мой взгляд. И этот человек, это Либерман. То есть, Либерман осуществляет то, что, собственно, хочет то, чего пытается добиться Россия. И он осуществляет это через своих посредников. То есть, как бы из России не нужно напрямую запускать ведущих русскоязычных радиостанций израильских или телевидения, или сайтов. Это делает Либерман, который держит их на коротком поводке и осуществляет ту политику, которой, собственно, выгодна России. То есть, дестабилизировать ситуацию при Натаньяо, не дать Израилю продолжать быть ведущей региональной державой, не дать Израилю обеспечить экспорт углеводорода в Европу, не дать Израилю разобраться с Ираном, не дать Израилю создать четкую, сильную стратегическую позицию, заключить мир с соседями. Вся эта дестабилизация, осуществляемая, в первую очередь, через Либермана, я думаю, что ее корни не у Либермана, а гораздо дальше. Давайте попробуем вернуться все-таки к встрече министров иностранных дел в Пафосе. Окей, и вот на фоне всего, о чем мы с вами говорили, действительно, сегодня произошла очень интересная и очень важная встреча. Эта встреча произошла, как вы заметили правильно, на Кипре, в городе Пафос. Там встретились министры иностранных дел Греции, Кипра и Израиля. И, собственно, это уже не секрет, уже много лет, опять же, кто был зачинщиком всего этого, так сказать, регионального сближения, Натаньяо, ну, снова, это человек, который войдет в историю Израиля как выдающийся политик, который, так сказать, последние 12 лет действительно определяет практически все достижения Израиля, благодаря ему все это происходит. Так вот, в свое время он создал этот канал сближения Израиля Греции и Кипра, и третье государство объединились, в первую очередь, благодаря тому, что Турция сделала все, чтобы поссориться с этими тремя государствами. Ну, у Греции и Кипра с Турцией давние счеты. С Израилем Турция была в хороших отношениях, когда он все испортил, все разрушил. И сегодня Израиль говорит, ну, хорошо, так у нас есть другие друзья. И вот эти три страны сегодня говорят о том, что как обеспечить подачу углеводородов, которые добывает Израиль в своем шельфе в Европу, это достаточно значительные запасы, которые могут обогатить и Израиль, и Грецию, и Кипр, которые тоже там что-то себе потихонечку раскрывают. И Турции это все очень не нравится. Но что произошло сегодня очень важное, это то, что на этой встрече был также министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. И это уже первый раз. То есть, по сути дела, Израиль сначала выстроил один региональный союз с Грецией, с Кипром, потом другой региональный союз с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Саудовской Аравией, с Бахрейном. И теперь он стал тем как бы коннектором, который соединил и тех, и других. И здесь речь идет не только о том, что Израиль как бы вот общий друг, а о том, что действительно у этих стран есть общий интерес. Например, Объединенные Арабские Эмираты очень заинтересованы вот в этом как бы этом трубопроводе, о котором говорят, и который строят сейчас израильтяне, греки и Кипр, с участием, по-моему, Италии также. Потому что Объединенные Арабские Эмираты говорят, замечательно, мы будем гнать наши танкеры к вам в Эллад. Из Эллада по трубе под землей это будет приходить в Аждот. Из Аждота в порт или вот по трубе, которую вы строите, это всё будет отправляться в Европу. Это очень быстро, это выгодно, это в обход Суэцкого канала, который, как мы недавно узнали, можно перегородить одним дурацким танкером, и всё встанет на несколько дней как минимум. Вот. И это общие как бы доходы и замечательные доходы и для Объединенных Арабских Эмиратов и их союзников, и для Израиля, и для Греции с Кипром. Но кроме вот таких вот как бы общих энергетических проектов, которые сейчас обсуждались, там обсуждались и общие враги. Дело в том, что Турция — это точно такой же враг Объединенных Арабских Эмиратов, как для Израиля, Греции и Кипра. Почему? Потому что Турция сегодня — это фактическая столица движения братьев-мусульман. Эрдоган себя и не без оснований называет фактическим лидером движения братьев-мусульман. И братья-мусульмане — это не только террор против Израиля, и это и движение, которое ведёт смертельную войну с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Казалось бы, мусульмане против мусульман, да, именно мусульмане против мусульман, именно сунниты против суннита, потому что Объединённый Арабский Эмират — это современное государство, которое, не отказываясь от своей мусульманской традиции, хочет, так сказать, быть передовым, богатым и успешным государством. Братья-мусульмане хотят отправить их обратно в Средневековье, ну, или в ИГИЛ, так сказать, или что-то похожее на ИГИЛ. И там идёт смертельная война. Братья-мусульмане объявлены террористической организацией и Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. И в этом смысле Турция — смертельный врат Эмиратов. И вот сегодня Турция внезапно обнаружила, что ещё один её враг как бы в общей команде против неё. И таким образом, если раньше она читала, что она тут всех задавит, ну, кто такой Кипр? Типа, мы его оккупируем за несколько часов. Кто такие греки? Мы их разгоним свистом просто. Ну, Израиль придётся побороться, но мы сильнее, да? Сейчас уже не факт, что сильнее. Так есть ещё, оказывается, Объединённые Арабские Эмираты, а за ними стоит ещё целый ряд арабских стран. И что ещё более интересно, Сергей, я на этом заканчиваю, там же обсуждался такой частный, казалось бы, вопрос, как привлечение Израилю к Гагскому суду. Напомню снова, Гагский суд — это не международный суд в полном смысле этого слова. Это некая общественная организация типа Amnesty International, которая присвоила себе такое право, судить. И по большому счёту её мандат только для тех, кто согласен. То есть приходят к ней две стороны и говорят, суди нас. Израиль с таким мандатом к ней не приходил. К ней пришли террористическая организация ООП, которая обвинила Израиль во всех смертных грехах, что Израиль выпивает кровь младенцев палестинских арабов. И эта организация сказала, ну хорошо, будем разбираться. Израиль сказал, идите лесом. И вот эта проблема, которую, кстати, Трамп в своё время Международный уголовный суд за это очень сильно жучил и сильно прижимал. Байден, конечно, всё это отменил. И они сейчас чувствуют себя на коне. Они чувствуют поддержку Байденовской администрации. И они намерены взяться за Израиль всерьёз. И вот внезапно выясняется, что Израиль обсуждает эту очень деликатную, как бы свою проблему с такими своими новыми союзниками Греции, Кипром и Эмиратами. Что они могут, как они могут помочь Израилю, пока я не могу сказать. Но сам факт того, что это обсуждается, то есть, возможно, создаётся некий общий фронт, давление международное, которое будет отстаивать Израиль. И это совершенно принципиально новый уровень поддержки Израиля и ощущение Израиля как региональной державы, в которой есть союзники. И эти союзники готовы вписаться за Израиль, потому что им это выдает. Сергей. Так, ну, у нас остаётся буквально две минуты времени. Я не знаю, успеете ли вы рассказать о том, что происходит с формированием коалиции. Да, я понимаю, что у очень многих наших слушателей вопрос, что происходит там, уже есть правительство у Натаниалу или нет. Ответ – нет правительства пока у Натаниалу. Главное заковыка в том, что у него всех как бы правых вместе набирается 59, ему нужно 61, нужно ещё два перебежчика. И тут возникает вот какая коалиция. С одной стороны, есть партия РАМ. Это исламисты. Это, по сути дела, те же самые братья-мусульмане, только как бы более умеренные, которые говорят, ну, мы не хотим террора, мы хотим быть прагматиками. Которые говорят, мы готовы дружить с правыми израильскими, потому что вот вы нам дайте как бы арабский сектор водку, мы будем там бороться с преступностью. На самом деле, очень хорошая идея. Дайте нам денег побольше. Ну, это всегда. Все просто, как бы честное политическое требование. Дайте денег. И мы будем поддерживать правительство Натаниалу. И, казалось бы, можно договориться, но на правом фланге от Натаниалу находятся правые партии, которые говорят, мы не хотим, чтобы правительство сионистского государства зависело от арабской партии. То есть, если у нас будет 61, и к нам еще добавится РАМ со своими четырьмя мандатами, хорошо. Но если эти четыре мандата являются критическими, то есть без них у нас нет большинства, то как мы можем быть, как мы можем построить правое правительство по-настоящему, с таким вот как бы шатким большинством? И я, в общем-то, очень хорошо понимаю эту проблему. Другое дело, что пока никакого нового решения нет. И вот на этом фоне сегодня Натаниал обратился к Сару, к предателю Сару, и сказал, слушай, ну ты же из Ликуда, ну давай оставим в стороне все наши раздоры, вернись домой, и мы построим хорошее правое правительство, если ты действительно прав. И понятно, что Натаниал прекрасно понимает, что Сар, будучи марионеткой олиграфических кругов, конечно же, никуда не вернется. Ему не разрешат этого сделать просто. Он не независимая фигура, точно так же, как Либерман. Но это работает больше как бы и на сбирателей Сара, и главное, на правый фланг, которому Натаниал говорит, ну смотрите, ребята, я сделал все, что мог. Вы видите, никак без Рама не получится, давайте сейчас как-то с ним начнем, а там дальше уже разберемся. Удастся ли Натаниал, так сказать, усадить коня и трепетную лань, усадить адвоката Итамара Бенгвира, которая олицетворяет собой как бы самую правую, самую радикальную правую израильскую, наследник Рава Кахана, в полном смысле этого слова, его ученик. С одной стороны, и Мансура Аббаса, представителя исламского, прагматического, но исламского движения в Израиле, а с другой стороны, в одно правительство. Если Натаниал это сделает, то он просто супер волшебный. Но пока что, я не знаю, пока что ему это не дадут. Александр, огромное спасибо, как всегда очень интересно и познавательно. И до встречи в следующий раз. Спасибо.